Опа, сейчас переведу. И это очень-очень популярная, я бы сказала, композиция. И я не знаю, какую версию он будет использовать, но, скорее всего, это будет Шуберт, которую я сама использую постоянно на свадьбах, на похоронах и так далее. А также в своём будущем шоу Watcha Nota. Мы сделаем очень крутой микс, и поэтому не пропустите. Но перед тем, как мы начнём, я хочу представиться. Меня зовут Наталья, я целостный учитель по вокалу. И что же это значит? Это значит, я помогаю людям петь. Неважно кому, профессиональным певцам или тем, для кого это хобби. Я помогаю им раскрыть свой потенциал вокально, а также помогаю менять жизнь. Потому что всё это связано. Потому что пение — это не только ваш голос, это всё ваше тело. Это то, что вы есть. А также, если вы вдруг не подписаны на мой канал, то я вам советую это сделать, потому что я перевожу, ну, практически каждый день. И в комментариях, пожалуйста, напишите мне, кого бы вы хотели, чтобы я перевёл. Потому что я хочу начинать переводить по вашим рекомендациям. Окей, довольно разговоров. Давайте начнём, я так золнованно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я должна сказать, что очень впечатлена, потому что он начал песню без определенной ноты. И я как бы искала аккорд или что-то, чтобы подсказала мне, какую ноту он использует. Но он, как всегда, на уровне. И по его виду вы можете понять, что он очень сфокусирован и очень хорошо связан с песней. И он точно знает, что он делает, безо всяких сомнений. И я должна сказать вам, что как учитель по вокалу, мне нравится его позиция рта. И я всегда рекомендую людям смотреть на позицию рта, когда камера, ну, приближается к певцу. Вы также можете заметить, что позиция рта не слишком открыта и не слишком широка. Потому что это является большим нет в пении. Особенно в таких песнях. И особенно в классических жанрах песен. Потому что в классических песнях звук чаще всего прикрыт. Вы обязаны иметь сбалансированный звук. Я люблю назвать это высокой щекой. Потому что вы как бы почти улыбаетесь, но в то же время вы просто открываете свой рот. И если вы притронетесь к этому месту, вы можете почувствовать, что вы открываете именно это место. И только при пении высоких нот вы будете открывать это место побольше. Чтобы мы могли создать эту большую экспансию, чтобы воздух мог путешествовать туда, куда ему нужно. Чтобы создать звук, который ему нужен. И да, снова же, мне нравится его позиция рта. И больше всего позиция его языка. Его язык лежал ровно. И кончик его языка был прямо перед его передними зубами. И задняя часть языка просто лежала. И я скажу вам, что это очень красивое позиционирование. И это очень здоровый способ. И это самый здоровый способ, который я видела до сегодняшнего дня. И я скажу вам, что я пою это вместе с ним. И это очень высокая, высокая нота. Это не обычная там нота. Это очень, очень сложно. И особенно для исполнителя мужского пола, сложно сделать этот звук полным. И он это делает очень хорошо. Не только со своей харизмой. Кстати говоря, я думаю, что харизма это очень важный компонент. Как я уже говорила, ваш голос это не только ваш голос. Это и все ваше тело. Димаш и вправду доставляет всю эту энергию. Он доставляет всю эту харизму. И эту мощь в своем голосе. Он очень хорошо знает, как использовать мощь в своем голосе. И как сделать звук полным. Сплоченным и единым. От начала и до конца песни. И поэтому все это делает его великим артистом и певцом. И конечно же он должен был использовать свой популярный свистковый регистр. И свои популярные высокие ноты. И вы можете видеть эту экспансию, это расширение. И вы также можете заметить, что он делает со своими руками. Эту эмоцию. И я чаще всего не советую это делать. Не советую использовать свое тело слишком часто. Потому что мы начинаем больше зависеть от наших тел. Нежели от наших голосов. И это как бы очень хороший способ проиллюстрировать, как мы можем использовать наш голос. Мы не хотим идти слишком вперед или слишком назад. И конечно же точно не идти выше нашим голосом. И вы точно не хотите взять эту высокую ноту, потому что это все больше усложнит. И поэтому вам нужно держать ваш голос в сбалансированной позиции. И чтобы это расширение в вашем голосе могло идти и назад, и вперед одновременно. Это почти как резинка, которую тянут. Ну, по крайней мере, я так думаю об этом. И мы заканчиваем песню с очень красивой, систковой нотой. Изначально начинают эту ноту с пианисима, то бишь очень мягко. И это очень-очень умно. Почему? Потому что многие певцы боятся высоких нот. И что они делают? Они начинают петь ноту с фартисима, то бишь слишком громко. С очень сильным, мощным звуком. В котором очень много воздуха. И этому звуку попросту некуда идти. Потому что мы как бы уже начали все с полным звуком. И куда мы пойдем с этим звуком? Никуда. Мы застряли. А он сделал великолепную работу. Он просто дотронулся до нее. Оставался в этой позиции некоторое время. И он позволял этой вибрации делать всю работу за него. Эта вибрация все возглавляла. Она расширялась. И она становилась быстрее и быстрее. И больше, и громче. И он закончил это выступление на высокой ноте. Итак, Димаш, я так впечатлена тобой. И это была не Авэ Мария. И поэтому я вначале сказала, что существует очень много версий Авэ Марии. Но я скажу, что эта версия мне точно нравится. И просто нет слов. И вы можете чувствовать это намерение. Вы можете чувствовать молитвы. Вы можете чувствовать чистоту. И все дело именно же в этом. Правильно? Потому что музыка это чувство. Это выражение чувств. Вы просили Авэ Марию. Я дал вам Авэ Марию. На этом у меня все. А у вас, я вот не знаю. По-моему... В комментариях должны быть ссылки на других реакционеров. Но, возможно, это мое просто воображение. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok